Константин, вы как будто у нас не были ни разу. В общей сложности у нас 11,5 миллионов тюльпанов. Ой, мамочки. Первых детей ликвидировать. Первых детей надо не ликвидировать, а отпустить от себя. Можно перебить? А оптовая цена какая в этом году? Повыше, чем в прошлом. Отличный ответ. Поэтому тюльпаны должны быть срезаны в зеленом виде. Мы их называем огурец. Основное направление уже порядка 5-6 лет. Голландской селекции на необычной расцветке. А влажность? Влажность сейчас здесь порядка 5-6 лет. Чем перспективнее и новее сорт, тем сложнее его дорастить в условиях промышленных. То есть обрезая луковицы, вы удлиняете стебель? Конечно. Вот выхитрецы. Сколько смен, Олег Геннадьевич? Сколько человек? Сколько платите? Константин! Попались? Нет, у нас секретов нет. На самом деле мы... Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с вами посетим один тепличный комплекс, в котором выращивают не один, кстати, миллион тюльпанов. Сейчас я вам проведу экскурсию по данной теплице. Ну, хотя не я, ладно. Руководитель фирмы проведет экскурсию, покажет свои тюльпаны, покажет ассортимент. Посмотрим, на чем они их выгоняют, при какой температуре. Ну что, погнали? Погнали, погнали. Константин! Здрасте! Вы как будто у нас не были ни разу. Что здесь в первый раз? Каждый раз, как первый раз. О, все, практически все. Разрешите представиться, Олег Витрофанов, директор группы компании «Галантус». Вы сейчас находитесь на правом берегу. Этому предприятию в прошлом году, в декабре месяце, исполнилось 20 лет, как мы посадили первый тюльпан. В этом году 20 лет, как первый тюльпан сдернил. Ну, для среженности. Я вам объясню, почему так это называется. Наша компания развивается очень давно, с 85-го года. Это не казанковый, а вот казанковый тромбан. Сейчас это объединенная группа из 6-ти гектаров теплиц. У нас есть свое производство сыров, варенья, грибов. В подсобном хозяйстве 25 километров отсюда. Это наше новое направление. В общем, здесь вы сейчас можете увидеть только тюльпаны. Вдохнуть весну к себе. Потому что солнышка нет. Хотя бы где-то что-то было бы потеплей. Как уже сказал, компания создана в 85-м году. Здесь у нас 1 гектар теплиц. Растет 3,5 миллиона тюльпанов. Кроме этого у нас растет весенний сезон. Это рассада цветочных и овощных культур. Работает здесь сейчас 24 человека. И убирают каждый день по 90 тысяч тюльпанов. Пойдемте. Ну, здесь в некоторых местах капает. Но это ничего. Как я уже сказал, нашему предприятию на правом берегу исполнилось 20 лет. Хотя этим теплицам вычисляются они с 82-го года. Это первое подсобное хозяйство неизбывшегося завода, который был призван, наверное, стать самым крупным в Советском Союзе. Но, к сожалению, не так получилось, как получилось. Здесь раньше выращивали томаты и огурцы, как подсобное хозяйство. С 84-го года по 99-й теплицы были заброшены. Мы их приобрели в 99-м году. И три года у нас ушло на то, чтобы восстановить теплицы, переделать конструктив. Он очень стал легким, алюминиевым. Как я уже сказал, здесь 3,5 миллиона тюльпанов. А в общей сложности Галантус в этом году выращивает на трех площадках тюльпаны. Это правый берег, телевизионная. И с этого года Владимирский тепличный комбинат. В общей сложности у нас 11,5 миллионов тюльпанов. Ой, мамочки. Много, Олег Гедович. Можно перебить? А оптовая цена какая в этом году? Повыше, чем в прошлом. Отличный ответ. Пойдемте. Вы сейчас увидите, поскольку у нас рабочий процесс, а вы самая первая группа в этом году, тюльпаны мы начали срезать всего лишь 4 дня назад. В основном мы тюльпаны срезаем или, так называется, сдергиваем. Вот в таком виде, поскольку ему еще ехать далеко и долго. У нас география от Калуги до Якутска, Владивостока, Находки, Сахалина. В основном наш покупатель находится за Уралом. Поэтому тюльпаны должны быть срезаны в зеленом виде. Мы их называем огурец. И потом, впоследствии, отправлены на далекое-далекое расстояние. А вы отправляете прямо вот с... Не-не-не, сейчас все покажу. Я попросил в дебличник специально сегодня с утра не дергать весь тюльпан, а хотя бы, чтобы вы увидели, какие расцветки есть. В зеленом виде вы их не увидите, но вот распущенный, вот он такой. Это тюльпан, называется Double Price. Это новый сорт, и он на виду тюльпана. Вот такой вот он, нежно-сиреневый. Тюльпан, как вы видите, растет на воде. Это называется системной гидропоникой. В 2005 году мы одними из первых начали выращивать тюльпан не на грунте, а на воде. Сейчас большинство прогрессивных компаний выращивают на гидропонике. На грунте практически никто не выращивает, поскольку эффективность выращивания тюльпана на гидропонике значительно выше, чем в грунте. Тюльпан обычно вот так вот накалывается. На одном квадратном метре 450 штук растет, так как при обычной посадке 120. Традиционно первый тюльпан, он всегда самый короткий. Он быстрее всего окрашен, соответственно, он быстрее родился на свет. Но все остальные тюльпаны в процессе выгонки подравниваются и становятся более длинными. Стандартная срезка у нас от 35 до 55 сантиметров за одно растение. Вот этот сорт называется Molto Amato, тоже достаточно новый сорт. Тюльпан мы в основном выращиваем с группы Triumph. Тюльпан с группы Triumph может стоять в срезке дома при нормальных условиях до 15 дней. Это у нас Mark Design. Это тот же самый цвет, тот же самый сорт. Просто этот окрашенный, а вот в таком виде мы должны его срезать. Это уже... Опоздали? Ну не опоздали. Это как раз такой тюльпан у нас идет в наши магазины. Срезку. Прямо-то его сегодня срезали, завтра он уже в магазине. Ну и может быть завтра у вас оказаться в ВАЗе. Это тюльпан-пантер, да, красивый? Да, эффектный. Основное направление уже порядка 5-6 лет голландской селекции на необычные расцветки, которые модные. Голландские цветоводы цветочную моду предлагают. Как у нас Франция и Италия в одежде, в цветах Голландия. Самые популярные становятся уже сиреневые, фиолетовые сорта. Если раньше их было, к примеру, там 1-1,5% к общему количеству, сейчас уже 10. А черные есть? Черные тюльпаны, конечно же, существуют, но это тюльпаны, которые не годятся к выгонке. А сколько градусов здесь сейчас, Олег Геннадьевич? 14-16. Это средняя температура выгонки тюльпана. Если будет 17-18, сейчас солнышко выйдет, здесь может быть и 25, вам повезло, что пока еще 16. То мы открываем форточки для того, чтобы тюльпан не начал полыхать. Называем это пожар. Он начинает массивно окрашиваться, интенсивно. И работники не успевают его собирать в той стадии, которая нам нужна. А влажность? Влажность сейчас здесь порядка... 78%. Влажность для тюльпана также важна как для хранения, так и для его выращивания. Укоренение выращивания это 73-78% максимум процента влажности. Выше тюльпан перестает дышать, поскольку здесь очень много воды, раствора, большая листовая масса. Тюльпан, как любое растение, перестает транспирировать. Тюльпан начинает дышать. И, соответственно, он выделяет свою влагу в воздух и начинает такое понятие происходить, как тюльпан начинает погибать. Поэтому периодически мы должны... Сейчас, видите, вентиляторы работают, они перемешивают воздух для того, чтобы не было застоя. Солнышка нет, влажность высокая поднимается и тюльпан начинает страдать. В этом году, в прошлом году, с тем, что Голландия, как страна, запретила завоз посадочного материала напрямую в Россию, многие хозяйства задумались над тем, чтобы начать все-таки доращивать луковицы. Вот у нас в прошлом году, в ноябре месяце, в селе Торопово деревнического района было высушено 250 тысяч луковиц-тюльпанов. В апреле месяце, в конце апреля, в начале мая, наверное, они зацветут. У нас там будет в районе 80 тысяч нарциссов, 100 тысяч лили и 250 тысяч тюльпанов. Это первые наши посадки прошлого года на доращивание. Это вы сажаете там? Да. Я, как агроном, в 94-м году, в 92-м, 93-м, 94-м, уже на питомниках доращивали мы луковицы-тюльпаны, лилии. Тогда тюльпан, правда, был, как я уже говорил, дарвин-альгибрид. Еще 30 лет назад Россия триумфов не знала. Были красные тюльпаны, практически и больные, и желтые, такие большие-большие сорт аппарат. Вот мы их доращивали, в принципе, у нас получалось. Но сейчас решили попробовать по новым сорта, поскольку это все-таки сложнее. Чем перспективнее и новее сорт, тем сложнее его дорастить в условиях промышленных. То есть дома вы купите луковицу, к примеру, вы ее можете сохранить, высадить осенью и попытаться через год, через зиму посмотреть, что будет. Тюльпан, в принципе, должен, пройдя зиму, зацвести. И вы должны его, если хотите, чтобы у вас было много тюльпанов и хороших, вы первый год должны бутон оборвать. Не дать ему подсвести, а вот только он раскрылся, обязательно оборвали, чтобы наросла луковица. Потому что бутон – это ребенок, луковица – это мамка. Чтобы мамка могла воспроизводить потомство. Надо первых детей ликвидировать. Первых детей надо не ликвидировать, а отпустить от себя, достигший 18-летнего возраста. А можно приехать, посмотреть через годик, как у вас там результаты? Это не секретная информация? Нет, не секретная. Можно приехать в мае, когда будет светение. Мы посмотрим, что произошло за эту зиму. Зима была неровная, и как раз это те условия, которые не совсем удачны для луковицы. То морозы сильные, то корка наста, то оттепели. Посмотрим, как это будет. Тюльпан может условно храниться, может храниться, повторюсь, до полутора месяцев в холодильной камере. И потом еще неделю у вас жить дома. В основном так происходит, к примеру, как я уже сказал, когда мы везем тюльпан очень далеко. Он же не совсем вчерашний. Сколько смен, Олег Геннадьевич? Сколько человек? Сколько плачете? Константин! Попались? Нет, у нас секретов нет. На самом деле мы людей приглашаем уже опытных, которые с нами уже более 5 лет. В основном здесь все их увидите не новичков. Это либо сезонные работники, либо свои. Сезонные работники получают 170 рублей в час. Смена длится 12 часов. Одна смена. Одна смена. Мы работаем в одну смену. Смена 12 часов. Полчаса перерыв на обед. 2 по 15 перекурок. То есть час идет за счет предприятия. 11 часов люди работают непрерывно. Сегодня здесь при срезке 90 тысяч тюльпана должно работать порядка 24 человек максимум. То есть по такой технологии. Если мы усиливаем свой интенсив условно, нам надо в день сейчас срезать примерно 180 тысяч растений. Это будет норма с 15 февраля. Соответственно народу будет в 2 раза больше. До 50 человек. Но они должны в смену сделать 180 тысяч тюльпана. Это норма. И к ней мы приходим опять же путем приглашения уже людей, которые умеют. У которых есть опыт. Которые каждый год к нам приходят уже без звонка по сути. Затем у нас введена система так называемого бережливого производства. Где каждый человек знает то, что он должен делать. Каждый проходит инструктаж. Я вам покажу. Перед входом у нас висят большие плакаты. У нас есть учебные фильмы, по которым люди, даже те, кто работает постоянно, чтобы они для себя навык этот оттачивали. То есть в течение двух недель перед срезкой тюльпанов мы проводим обучающие мероприятия. Поэтому здесь не много человек, но они работают более эффективно. Норма на гектаре обычно это 10 человек. Тепличниц. У нас 7. Это норма вот сейчас, в праздничные дни, это в обычные дни? Норма погоды. Я почему-то сфотографировал в той корзинке. Видите, что у нас в каждой корзинке лежит тюльпан отдельной окраски, разной. Это третья стадия, это вторая, вот это первая стадия. Соответственно, а там у нас лежит микс. Это нарушение технологии. Соответственно, человек, который так собирает, сейчас пойдет на обучение снова. Стоимость этой линии, если кому интересно, 240 тысяч евро. О, обалдеть! Она что, ускоряет процесс сортировки? Конкретно какую пульсу она делает? Если мы возьмем стандартного человека, депличницу, который максимум может сдернуть, обрезать луковицу, собрать в букет. Это примерно 2 тысячи штук смен. Машина делает 90 тысяч штук. Соответственно, чтобы нам сделать 90, нам нужно сколько человек? 45. Только на одну машину. А здесь сколько человек стоит на ней? А здесь стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, а нужно было бы 45. Совершенно верно. Это все луковцы в панам? Да. Это же изгибательство. Кузнец. Как я уже говорил, луковица, которая, тюльпан выращен на гидропонике, луковица сама по себе очень долго потом восстанавливается, там, 3-4 года. Для того, чтобы была экономическая эффективность их сохранять, нам нужна технология хранения, сушки, поля, сельхозтехника для ухода за носениями. Пока такого нет, у нас всего лишь 250 тысяч. Хотя мы выращивали, как я уже говорил, 11 миллионов. Вот было бы здорово эту луковицу сохранить. Но частично тюльпан, который у нас уже есть, мы луковицу обрезаем для того, чтобы растение удлинить. Потому что внутри луковицы находится еще часть стебля. Эта луковица уже непригодна, она пойдет на компост, в компостную яму, через 3 года где-то она уже будет удобрением. То есть обрезая луковицу, вы удлиняете стебель? Конечно. Вот вы хитрецы. Это не мы китрецы. Это так и не так. Игорь Геннадьевич, сколько опта, сколько в рознице продаете? Вы же не все через опта это прогоняете, правильно? В Калуге мы продаем только на правом берегу дни, когда у нас в садовом центре проходит перед праздничной продажи. Порядка 100 тысяч тюльпанов мы здесь продаем в рознице. В Галантус то же самое. Это от 4 по 8 числа. То есть город сам потребляет у нас порядка 100 с лишним магазинов. Не наших, имеется в виду в городе, цветочных. Один магазин берет на 8 марта себе примерно около 5, от 3,5 до 5,5 тысяч тюльпанов. То есть можно посчитать, что калужские женщины самые счастливые. Они получают средне по 1,5 цветка на душу. Да, это холодильная камера. Таких у нас ровно 3 штук. По всей дне мы пройдемся. Опять же, по технологии бережливого производства в каждой камере должен стоять определенный сорт. Есть складская программа, где прописано в какой стороне, какое число среза, сколько штук и так далее и тому подобное. Здесь в одной камере может принять в трех, мы храним одновременно где-то 1 миллион 800 тысяч тюльпан. Одновременно. Помогает нам вспомогательная стеллажа на той стороне. Там еще где-то порядка 500 тысяч. То есть практически до первой отгрузки, которая у нас будет 20 февраля, камеры у нас будут полные. И потом по мере освобождения камер тюльпан приходит степлиться сюда. В общем, так уже получается такая история. Нам нужно доохранить где-то 700 тысяч тюльпанов. В общем, ротация, она позволяет все сохранить. До потолка забивается все. Температура хранения тюльпана плюс 1 здесь. Как я уже говорил, тюльпан при плюс 1 хранится месяц, как минимум, как максимум полтора. Были случаи у меня в практике, что и 3 месяца тюльпан хранился еще 30 лет назад. Абухасан, да, сорт Абухасан. Вот мы его срезали в Геноваре, в конце января вернее. А Пасха была в апреле. Мы его еще могли продать. А если дома на балконе поставить, то с водой надо или без воды? Тюльпан здесь хранится без воды. На балконе у вас какая температура? Ну, где-то 0 плюс. Но если будет минус, то тюльпан... Тюльпан один из самых интересных цветов, как гвоздика, тюльпан может замерзший, оттаять. Только в щадящих условиях. Знаете, как мясо заморозили? Да, условно. Тюльпан из та замороженного 95, потом отойдет. 5, наверное, погибнет. 95 точно осталось. Это при температуре на улице минус 3, минус 4, минус 5, в течение 7 часов он замерзнет. Он может замерзнуть, потом он оттает. То же самое происходит с гвоздиками. В течение следующей недели здесь будет ровно 67 сортов, которые мы выращиваем. У нас 67 сортов здесь. Я просто хотел сказать, что в течение следующей недели здесь будет 67 сортов. Еще мы привезем с Галантуса. Здесь будет порядка 130 сортов тюльпанов. Они будут как выставка работать. Можно прийти с луковичкой купить. Вот здесь вы можете с луковичкой купить, если хотите. И экспериментировать, да? И экспериментируйте. Она же не будет свистеть, да? Почему? 3 года, 2. Нет, я мегабару. Вы у себя ее... Сохраняйте. Вы ее сейчас сохраните, высушите после того, как вы ее обрежете. И надо ее посушить. Нет, я понимаю. На следующий год она же... А потом выкирите. Через года 2, наверное. Да, да. Я знаю, что... Потому что здесь луковица, есть луковицы так называемого крупные, это экстра. Здесь в основном выгонка происходит из луковицы 11-12, это длина окружности. Это не самая крупная луковица. Поэтому ее, в принципе, тоже по-хорошему нужно было бы дорастить. Получается, вы свое обновляете? Вот они же там практически все на помойку. То, что мы высадили сейчас в открытый грунт в прошлом году, где-то в ноябре месяце, это луковица 11-го разбора. Она была не сломана, она была обрезана под вершочек. То есть она сохранилась. Мы часть новых сортов также сохраним. Не будем обрезать, как варвары, и сминать луковицу, для того, чтобы у нас была коллекция, и дальше мы будем это развивать. То есть мы этим занимаемся. И вот из Голландии это Калинчик, и через Третьи страны. На этом наша экскурсия закончилась. Я бы хотел еще сказать вам большое спасибо, но в магазине, где написано продажа цветов, вас ждет небольшой презентик в виде тюльпанчика упакованного. Спасибо. Спасибо, спасибо, ура. Спасибо. До завтра. Вы нас тут читайте. Я там не буду обладать. Нет? А кто там будет? Нет, там Сергей Анатольевич. Так что будешь терзать его. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.